Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Григорий Лепс, как и прочие, переживает сейчас не лучшие времена. Популярный исполнитель пострадал из-за коронавируса. Пандемия коронавируса больно ударила не только по простым людям, но и по представителям отечественного шоу-бизнеса. Мало того, что у артистов стало в разы меньше выступлений, так еще и побочные проекты стали закрываться. Так случилось у Григория Лепса. Певец не только занимается музыкой, но и занимается бизнесом, у него собственная линия очков и ювелирных украшений, алкогольная продукция, компания, занимающаяся производством фермерских продуктов, и несколько ресторанов. Собственно, одно из этих заведений и закрылось. А ведь кулинарную лавку пироги Григорий Лепс презентовал только год назад. На кого ориентировано заведение? На нормальных людей, со средним уровнем достатка. Огромный выбор, пироги, сладкие пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то 80-100. Считаю, что это нормальные цены. Все недорогое, но очень качественное, говорил в интервью Григорий Лепс. Увы, заведение пришлось закрыть несколько дней назад. Как сообщили сотрудники, оно не приносило артисту ожидаемого дохода. А в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным. Тем не менее, у Григория Лепса осталась рюмка водки на Петровке. Говорят, ресторан пользуется бешеной популярностью у населения. Открытие заведения состоялось почти три года назад. Григорий Лепс презентовал ресторан вместе с певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым. Тогда среди гостей отметились юморист Владимир Винокур и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова